Это шестая парта героя, открытая в округе. Второй раз она посвящена военнослужащему, который отдал долг родине в зоне СВО. Заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман выразил неоценимую силу духа бойца и его самоотверженность. Этот человек отдал самое ценное, что есть. Это жизнь. Жизнь за правду, справедливость, за наше с вами благополучие, спокойствие, героизм человека. Он должен всегда нам напоминать о цене мира и свободы. Владимир Хрипаков был мобилизован в октябре 2022 года. Пройдя через контузию и сложную операцию, он вернулся на поле боя. Опорой стали жена и дочь, которые ждали его возвращения. Но Владимир погиб при исполнении воинского долга в августе 2023 года. Ему было 40 лет. Когда родился мальчик, родился защитник наш. Это вы должны, каждый мальчик, наверное, должен это понимать. А мы, дедочки, мы всегда должны быть верными спутницами и надежным тылом. Его память, конечно, то, что в школе вот эта парта очень важна для меня, важна для дочки. И я думаю, что важна для нас, для всех. В Лопатинской школе учится дочь Владимира Хрипакова – Саша. На открытии парты героя она прочитала стихотворение Александра Суворова, посвятив его своему папе. Когда-то папа мальчишкой был. Учился тоже в школе. Но когда вырос, на войне служил. И стал для нас героем. Каждая парта героя служит напоминанием о подвигах людей, которые отстаивают свободу нашей страны и борются за ее счастливое будущее. Ученики Лопатинской школы поддерживают идею проекта. Это не только дань уважения, но и память для следующих поколений на все времена. Люди, которые отдают жизнь за нашу свободу, за нашу страну, достойны уважения и не могут не стать героями. Я считаю, каждый человек должен понимать, что это земля, на которой он родился, и должен защищать ее. Я считаю, что люди должны знать героев России, патриотов России. И их имена должны быть увековечены. Военнослужащий Владимир Хрипаков служит примером патриотизма и любви не только к своей семье, но и ко всему народу, за интересы которого он отдал жизнь. Инга Инчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.